Еще раз приветствую тебя в нашем очередном 21 уроке, посвященном работе со звукой и музыкой Scratch. Во второй части урока, как я и обещала, мы поговорим о звуке как элементе игры, о том, как правильно работать со звуком именно в игре. Ведь мы уже знаем, что игры создают разные специалисты, и если это делает один человек, то он должен быть специалистом в разных областях. Он должен уметь не только программировать, но и быть немножко дизайнером, немножко художником, слегка звукорежиссером и даже композитором. И мы учимся создавать игры профессионально, поэтому сейчас мы поговорим о звуке с профессиональной точки зрения. Итак, звук – это важнейший элемент игры, и оказывается, что звук бывает в игре разный. Бывает речь, мы уже посмотрели и изучили, как речь можно записывать с микрофона, и, как правило, речь перекрепляется к спрайтам, к нашим персонажам игры и записывается через микрофон. Это можно сделать в редакторе Scratch или открыть из файла, который был записан с помощью другого какого-то инструмента записи звука. Например, ты надиктовал звуки на диктофон, сохранил файлы, и потом хочешь использовать их в своей игре. Еще есть так называемые звуковые эффекты. Это короткие звуковые сигналы, можно назвать звуковые сигналы, по-разному их называют. Всяческие щелчки, взрывы, удары. И они тоже, как правило, прикрепляются к спрайтам. Их можно найти в библиотеке звуков Scratch, а можно запрограммировать. И мы тоже в следующих уроках будем программировать музыку. И с помощью, оказывается, музыкальных инструментов, например, барабана, можно получить разные звуковые эффекты. Те же щелчки, удары. И они будут очень здорово звучать. Причем это будет более экономично, чем если мы будем работать с записями звука. И, наконец, звук есть фоновый или музыка. Очень часто в играх играет именно музыка. И музыка помогает игроку погрузиться в мир игры, почувствовать ее не только внешне, но и как-то эмоционально. Музыка чаще всего прикрепляется к сцене, но иногда к некоторым спрайтам. Например, спрайтам управления звуком. Если можно включить, выключить звук, то иногда бывает, что фоновая музыка прикреплена к таким спрайтам. И часто достаточно музыка открывается из файлов, потому что записать музыку, конечно, мы можем с помощью других каких-то устройств. Но в библиотеке Scratch тоже есть музыкальные сэмплы, которые тоже можно использовать вполне в играх. И ты тоже, наверняка, уже многие из них изучал. Ну, а вообще звук для игр создает, надеюсь, помнишь, когда мы говорили о разработчиках игр, саундмейкер или композитор или звукорежиссер или кто-то из них один, либо это разные люди, либо один, который выполняет разные функции. Учитывая это, когда создается игра, то делается специальный документ, который некоторые гейм-дизайнеры называют ТЗ на звук. ТЗ означает техническое задание. Вообще, когда создается любой программный продукт, создают сначала техническое задание, потому что в нем необходимо описать все, что нужно сделать. Ну, мы, я тебе уже говорила, в принципе, начинали описывать сценарий. Это тоже часть технического задания или часть диздока, дизайн-документа. Поэтому иногда в англоязычной практике техническое задание на звук называют саунддизайн по-английски. Давай рассмотрим небольшой пример такого, чего-то похожего на техническое задание, на саунддизайн одного из разработчиков игр. Вот ссылка на этот сайт, на сайт этого разработчика. Я ее размещу под уроком. Сейчас просто открою тебе этот пример в браузере. Вот его небольшая статья. Разработчик, скорее всего, это саундмейкер. Делится со своими коллегами своим успехом тем, что он разрабатывал звуковое оформление для одной из игр. Возможно, ты даже знаешь эту игру. И в ТЗ было прописано создание следующих звуков. Звук нажатия кнопки, звук начала новой игры, звук перемещения цвета по полю и так далее. Вот такие разные звуки. И он эти звуки записал, справился быстро и с удовольствием. Здорово было самому тестить игру в онлайн-режиме. Вот такой короткий список уже дал возможность разработчикам в команде дать небольшую задачу тому, кто выполняет функцию саундмейкера, и он ее быстро и с удовольствием выполнит. Мы с тобой тоже уже рассматривали один пример. Проект «Геометрические фигуры», в котором тоже используются звуки. Если ты не помнишь этот проект, сейчас я его покажу. Ну а ссылку на него тоже размещу под уроком. Вот наш проект. Называется он «Геометрические фигуры». Это всего лишь один карандаш. Я не буду его запускать, поскольку мы его уже рассматривали, и ты можешь спокойно с ним ознакомиться. Мы откроем сразу код. Видим, что здесь один-единственный спрайт. И у этого спрайта есть вкладка «Звуки». И здесь у нас целых 8 звуков. Причем здесь есть звуки разного вида. Какого вида здесь звуки? Мы видим, написано «Shaker Laser 2», потом «Точка», «Отрезок» и так далее. Если записать это в формате технического задания, то мы получим следующее. У нас есть звуковые эффекты. Звук «Щелчок» для точки. И это звук, который называется «Laser 2» и взят он из библиотеки Scratch. Это звук шуршания карандаша. И использован «Shaker» тоже из библиотеки Scratch. И также с помощью микрофона произнесены слова «Точка», «Отрезок», «Треугольник», «Четырехугольник», «Пятиугольник» и «Шестиугольник». И все эти звуки имеют свои названия, свои имена. Давай вернемся к проекту. На самом деле, когда создается игра и в техническом задании написаны эти названия, эти имена, это очень важно, потому что потом это могут использовать программисты. И здесь вот эти имена. И вот точка, отрезок, треугольник. Единственная разница, которая здесь имеется, это то, что на слайде я показала эти названия звуков с большой буквы, а здесь все пишется с маленькой. И точно так же, как мы писали имена костюмов и имена фонов сцены, здесь в редакторе мы можем их задать. И это очень важно, потому что когда мы рассматривали пример записи, нажимали на микрофон, вот сейчас я это тоже сделаю, у нас появляется новый звук и называется он «Запись с какой-то цифрой». Если это первая запись, то «Запись 1». Если я еще раз нажму, то будет у нас уже «Запись 2». И когда у нас записей много, звуков много, представь, если бы здесь было написано не название конкретных слов, которые произносятся, а было написано «Запись 1», «Запись 2», «Запись 3» и так далее, конечно, было бы очень неудобно использовать эти звуки. Поэтому очень важно, еще раз подчеркну, давать хорошие имена для всех элементов игры, в том числе для звуков. И мы еще неоднократно в этом убедимся в наших следующих примерах, в наших следующих уроках. Ну а что же с музыкой? В проекте «Геометрические фигуры» музыки на данный момент нет. Но можно подумать, действительно, что в этот проект можно добавить музыку, сделать такую фоновую музыку для многих проектов. Это очень даже здорово и приятно, тем более, что этот проект, он такой образовательный. И если будет играть приятная фоновая музыка, то будет еще интереснее изучать указанные геометрические фигуры. В этом маленьком уроке мы ничего не делали, но ты можешь посмотреть примеры и для своих проектов, если ты уже записывал аудио и забыл, например, не подумал дать имена своим звукам, то, пожалуйста, это сделай. Если ты работаешь в команде, возможно, вы уже работаете в командах, то сделайте такой список, сделайте небольшой ТЗ на звук, чтобы программист мог использовать те звуки, которые записал, например, диктор или там саундмейкер создал какие-то звуки или нашел в библиотеке. Я желаю тебе успехов и до встречи в следующих уроках!